Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! И у нас сегодня первая часть, первое видео, которое будет состоять из двух частей, посвященное дымоходам в бане. Какой можно использовать, какой использовать нельзя. И что самое главное, речь пойдет еще и про набивки от различных производителей. Что можно заметить? Что этот ролик уже получился бомбическим. Сейчас узнаете почему. Второй ролик будет еще более бомбическим. И у меня огромная просьба. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить второй, еще более крутой видос. Который выйдет, ну не совсем после этого, но тем не менее, выйдет достаточно быстро. Это первое. Второе. У производителей, скорее всего, после выхода этого видео вырастет огромный большой зуб на меня. Но тем не менее, все-таки мне хотелось бы, и не то, что хотелось бы, а мы все время будем рассказывать правду. Поэтому, несмотря на наши взаимоотношения и любимые производители, прошу понять и простить. Я делаю это исключительно в целях раскрытия полной информации. Второй дисклеймер такой. Это все, что мы делаем, мы делаем самостоятельно, не получая за это деньги. И естественно, что не все мы делаем правильно. Вот это вот тоже такая сноска. Не все у нас получается делать правильно, потому что где-то мы спешим, где-то что-то забываем, где-то чего-то у нас не хватает. Поэтому мы от инструкции производителя иногда все-таки отступаем. Поэтому, может быть, мы что-то делаем и неправильно. Но тем не менее, делаем как делаем. И мне кажется, что с каждым годом мы делаем все это лучше и лучше, специально как раз-таки для вас. Ну что ж, давайте теперь переносимся из душного офиса к нам на производство, на склад. И начинаем тестить дымоходы. Ну что ж, переносимся из душного офиса к нам на природу, на задние дворы нашего производства. И наступает момент, когда мы все это дело выставили. У нас тут куча производителей, три печи. Ну и, соответственно, приступаем к работе. Тестировать дымоходы мы будем на трех печах. Первый у нас квадро. Она у нас с четырьмя каменками, куда мы погрузим еще, вдобавок ко всему, четыре разных утеплителя от дымоходов. Следующая у нас многострадальная аква. И в самом конце Везувий 2016 года. Значит, почему эти печи выбраны? Они выбраны для того, что они, по сути дела, все одинаково, по сути дела, являются прямоточками. Почему квадро-прямоток? Потому что это прототип квадро, который сейчас продается. Это как раз-таки на нашем канале есть видео, где мы экспериментировали и сделали, скажем так, колпачок. Так вот, здесь у всех дымоходы, дымоходы, они прямоточны. Все будет топиться на протяжении нескольких дней. Скольких дней, я не знаю. Почему? Потому что я, может быть, и уеду. Но, тем не менее, каждое утро и каждый вечер на протяжении 4 часов утра, 4 часов вечера, они будут топиться в спокойном режиме. Никто дымоходы перекаливать не будет. Начинаем мы сегодняшний анпак с дымохода «Эвоход». Вот он у меня, вот такой вот. В коробочке, в картоне, упакован. Отлично. Этикетка у нас есть. На этикетке написано «Термо 115 200 08 05 NN 1 метр». Что к чему и как, сейчас будем смотреть прямо сразу с вами на живую. Скрываем первый наш дымоход. И вытаскиваем его из коробки. Здесь также находится этикетка. Потом покажу. Сразу же, наверное, стоит посмотреть на низ коробки, нет ли там перлита. Перлита там нету, можно убедиться. Давайте даже, я камерой туда загляну. Ничего там нету. На этикетку посмотрим. Вот этикетка. Вот как он выглядит. И, наверное, стоит его распотрошить. Распетрушивание мы начнем с пускания утеплителя ПЖА. Для чего? Для того, чтобы взять толщины. Толщина 0,6 даже, смотрите. Опа. 0,50, 0,56, 0,6. Внутренняя труба должна быть 0,8. Сейчас посмотрим, насколько здесь 0,8. Здесь 0,8. 0,79, 0,8. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас вытаскиваю отсюда ПЖ. Как он выглядит. Опа. А потом аккуратненько запихнем его на место. Я его отломил. Отломил специально для того, чтобы посмотреть, просел ли утеплитель. Смотрим на камеру. Как вы видите, утеплитель не просел нисколько. Давайте я его тыркну пальчиком. Он вот у меня проминается. Проминается он у меня проминается. Но не высыпается и достаточно, ну так скажем, плотненько. Вот такой вот ПЖ. 5 сантиметров. Базальтовая вата. Насколько, ну достаточно плотная тоже. То есть здесь все прям хорошо чин-чинарем. Закрываем его как было. Приступаем теперь к дымоходам от компании Агни. У меня здесь монотруба. Она вот вся запечатанная. Дымоход Агни. Что это за зверь, мы узнаем. Значит, дымоход одностенный, эмалированный. 0,8, 115, 1 метр. Так и не так. Сейчас посмотрим. Давайте глянем сначала на этикетку. На этикетку посмотрели. И открываем сам дымоход. Внутри у этого дымохода находится обычная черная сталь. Она эмалированная краской высокотемпературной. Вот упаковка. Видите, как аккуратненько сделано. Да, чтобы не поцарапать на всякий случай. Молодцы, ребята. Вытаскиваем дымоход. Визуально его осматриваю. Здесь все как бы четко. Никаких, никаких таких вот плохих вещей я не вижу. Эмаль цела. Эмаль цела целиком и полностью. Так, смотрим толщины. 0,8 здесь или не 0,8. 0,82, 0,8. Вот. Ровненько выравниваем. 0,79, 0,08. Значит, этот... Эта монотруба почему еще выбрана? Потому что некоторые устанавливают ее сразу, как рекомендуют производители печей и дымоходов, монотрубой на дымоход. И у меня очень большие сомнения, очень большие сомнения, что эмаль останется на месте при поддаче воды. То есть мы еще в ходе протопки несколько раз плеснем на эту эмаль водичку и посмотрим, отшелушится она или нет. Ну и, естественно, потом разберем, соберем. Посмотрим, какие изменения произойдут внутри. Переходим к сэндвичу от компании Агни. Вот он у меня. Вот такой вот. Значит, что тут можно сказать? Сразу можно сказать вот такой вот большой дизлайк. Как вы видите, соосности тут нет никакой. Вообще. От слова вообще. То есть, вот я нажимаю, и это все дело вываливается только в путь. Вот она. Буква С какая. Да, буква С. Все вываливается. Здесь забита вата. Ну, вата, по сути дела, хорошая. Колечко тут тоже вата. Она, ну, вот визуально и тактильно помягче, чем на эвоходе. Ну, вот соосность, конечно, вот давайте посмотрим еще раз. Я прям сверху вам покажу. Она вот такая вот. Я вот, ну, блин, безобразие. Берем толщину. Здесь у нас миллиметр. Один миллиметр толщина. 0,91. Да, она на... Один миллиметр. Переходим к следующему нашему испытуемому. Следующий дымоход у нас от компании Теплов и Сухов. Значит, что мы сделаем с ним? Мы запилим от него часть, потому что здесь внутри целиковый цилиндр, и вытащить этот дымоход отсюда невозможно. И этот цилиндр... Мы мало того, что будем сжечь дымоход, посмотрим, отойдет утеплитель от труб, или уменьшится в размерах. Но мы его вдобавок ко всему отрежем сантиметров 5 и положим в каменку. То есть он у нас будет с одной стороны греться, с другой стороны охлаждаться. Я думаю, так будет честно. Ну, здесь я думаю, что все заявленное производителем четко соблюдено. Давайте посмотрим. Вот такая вот толщина. 0,52. Следующий дымоход у нас от компании ОМК. Вот, смотрим на него. 0,5, 0,5, 439, 115, 200. Так, и... Мы его... Так же вскрываем. Опа. Так, вот здесь тоже этикетка внутри есть. Ой, блин, тяжелый. Смотрим в коробку. У нас тут никакого осыпания продукта нету. 0,5. Честные 0,5. Внутри. А, ну вот так вот. Как-то сделать аккуратно. Да, 0,5. Вон 0,6 даже показывает. 0,5. Ну, вот как бы все. Очень честно. Так, этикетка внутри у нас тоже есть. Давайте пыш тоже вскроем. Посмотрим, что у нас там. Опа. Опа. Вылазит у нас пышь. Здесь такая же вата, как у Агнина. Она реально прям вот офигенно плотная. Я тут не могу докопаться до конца. Я тут до конца не могу докопаться. Опа. Там сантиметров, наверное, Давайте я вам покажу, сколько. Реально. Господи, там половина сэндвича, наверное. А я своя уже здесь. Красавчик. Ого-го. Смотри, что я нашел. Во. Влезет? Влезет. Давай ты. Опа. Оп. Оп. Красиво. Да. Так, давай. А если вот так вот он не выйдет? Стой, стой, стой. Я хочу посмотреть. Есть усадка материала или нет? Ой, мать. Прошу прощения за мой английский. Толик, иди засвидетельствуй. Что случилось? Что случилось? Туда прямо упало. Вот прямо туда упало. Давай покажем. Вон он. Туда прям свалился. Блин, ну как бы сказать. Сейчас. Вон он. Вау. Ой, стой. Руку убери. Руку убери воды. Сейчас я это вытащу. Вообще не пойму. Что это такое? Ну, давай вот. То есть там видно то, что подойдет с этой стороны? Да я вижу все. Так, вот у нас 20... Здесь у нас 30 сантиметров. Давай посмотрим до скольки. Вот я прям не сильно погружаю. 23. 23. 23. До 23 пустота. Вот. Можете посмотреть сами. Опа. Идем. А там дальше еще один утеплитель. Вот он идет. Вот утеплитель. Доковырялись мы до него. Дальше усадки нет. Утеплитель лежит прям почти прям. Тут, наверное, в процессе трамбовки вот эта пустота появилась. Там вторая пустота. Вот ее тоже видно. Там еще вторая пустота. Да. Очень странно. Вторая пустота. У нее сбоку видно. Посмотреть вот так вот, наверное, опустить вот эту вот. Сейчас. Нет, нет, нет. Нет, подожди. Давай посмотрим, сколько утеплителя там вообще в реальности. Вот она у меня целиком ушла туда. То есть вот целиком ушла у меня и там утеплитель появился. То есть 30 сантиметров здесь ваты. с одной стороны и с второй стороны тоже 30. Он плотно, как набит. Нет, набит он плотно, прям шикарно. Ну, пустота были. А, вот, у нас кочерга есть. Вот. Давай вот кочергой залезем туда. Вот. А, вверх-внизу, вверх-внизу. Вот она ходит. Косяк. Аккуратно вытащим и пыш. Опа. Пыш вытащим. Пыш офигенный. Вот чё-чё. На самом деле а вот пыш прям вот бомбовый. Реально крепкий. Но тут вообще офигенный. На тепловый сухого похоже. Да, но тут вот просадка. А, ну вон она. Да нет, здесь просадки особой нету. Особой просадки нету. То есть мы, может, подковырнули, закосячили, но вот. Как бы, тем не менее. Нет, мы когда вытаскивали, прям видно вот столько. Не, ну, первое, да. Вот столько, вот столько вот. Вот такая подмотка. Так, давай-ка, знаешь, что сделаем? Оденем это всё обратно. Первое, я снимаю. Да, он здесь был. Опа. Ну, вот как-то так. Давай-то туда забросим, как было. До чистоты эксперимента. Ну, вот как-то так вот. Ну, вот как-то так. Вот как-то так вот. Сколько сантиметров? Ну, вот. Ну, давай, вот здесь. Тридцать. И шестнадцать. Тридцать и шестнадцать. Четырнадцать сантиметров. А, не шестнадцать. Семнадцать. В руках только. Семнадцать. Семнадцать сантиметров. Тринадцать сантиметров хватает. Тридцать сантиметров хватает. Давай вот так вот покажем. Чего тут у нас? УТК. Какой номер? Непонятно. Перевернем. Здесь всё чётко. Давай посмотрим здесь. Ну, вот это как, кто принимал. Давыдов. А, эм. Ой, блин. Э. А, это верхняя часть. Это верхняя часть. Давай. Заберем. Срежем. Вытащим. А здесь нету простатки, видишь? А, ну здесь очень плотно. Здесь надо заметить, что прям плотно-плотно. Вот так вот. Так, это получается верхняя часть. Да, правильно. Вот такой вот. Всё при вас. У нас косячок есть. Так, я показал это дело? Да. Здесь у нас всё вот так вот хорошо. Бум-бум. Ну, посмотрим, чё к чему и как дальше. Одеваем обратно. Что ж, друзья. Продолжаем. У нас теперь дымоходы прок. Вот это пусть вас не смущает. Это у нас в офисе помялось, пока сюда ехало. Этикетку мы... Этикетку мы... Ну, подробный обзор вот этих дымоходов вы можете посмотреть на канале Жарпарком. Да. Соответственно, этикетка у нас тут есть. Мы толщины мерили. Всё совпадает. Это тот же самый дымоход, который был у нас в офисе. Поэтому особо мы тут ничего с вами нового не увидим. Но кольца мы здесь не вынимали. Давайте выним кольца. Или ты вынимал, Колян? Не помню. Это было очень давно. Так, вот колечки вынимали. Пошла вата. Давайте покажу. Вон, внутри уже вата пошла. Здесь два кольца. Как поведут себя. Давайте ещё раз посмотрим. Вот такие кольца. Как поведут себя, не знаю. В ходе эксперимента всё выясним. Засовываю обратно. Чистота, чистота. Чистота, чистота. Оп. Оп. Это себя. Так, ну что ещё сказать. А, по маркам стали. Это 430-я. Прог 430-я. Эвоход 430-я. Агни. Это у нас чернуха. И у МК 439-я сталь. Ферм мы не брали. Мы взяли крафт. Жечь его. Ну вот. Не хочу его жечь. Почему? Ну, потому что вот, опять же, на канале Жарпарком снимали дымоход, который побывал в пожаре. Это вот от него вторая часть этого дымохода, которая практически не пострадала, была внизу, там где не было очага возгорания. Что мы сделаем, мы отсюда вытащим утеплитель и также положим в каменку. Что к чему как, покажет наш тест. Так как у нас вот произошёл такой косяк с УМК, мы открываем второй сэндвич УМК. Он имеет... Да вот он. ЛТК. Давай лезем с удачей. Сейчас срежем. А... Здесь нету обмотки. Обмотка с другой стороны. Опа. Здесь всё плотно, но вот столько вот. Ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. То есть считаем, что здесь всё вообще плотно. Да. Ну как. Ну, нормально. А, вот. Смотри, что происходит. Да. Грех. Где грех? Ну, смотри. Грешновато чуть-чуть. Получается. Опять. Так, а давай-ка перевернем его. Давай сюда пересходим. Давай смотрим, что здесь. Где-то есть. Где-то спится. Твою мать. Опа, аккуратно. О, здесь чётко. Здесь чётко. Мастер вот такая. А вот господин... Не забывай. Там подмотка была из другой ваты. Я так понимаю, сделана специально, чтобы она не просыпалась. То есть, это может быть два разных, две разных технологии. Ну, я не знаю, Толь, я же не технолог. Ба. Короче... Давай уж... Сейчас. Короче, это... Я не знаю. Давай уж опускай до конца. Пусть надо ещё пропихивать. Ну, да. Я вот, заметьте, ничего плохого не сказал. Что касается разной оснастки, у нас тут еще вот куча разных таких вещей. У меня тут труба ОМКшная, шибер тоже ОМКшный, зонт от теплого и сухого. Ну это вот, как бы расходка, которую мы не жалеем. Кстати, Толян, у нас тут эфером вон есть кусочек. То есть на расходку мы не обращаем внимания, как есть, так и есть. У нас сегодня в приоритете как раз таки утеплители и сэндвичи сами по себе. В квадру мы засыпали одну камеру целиком вермикулитом, одну камеру целиком перлитом. В одну каменку мы установили маты от феррума крафта и одну вырезали, вот видите, цилиндры теплого и сухого. Посмотрим, как они поведут себя в каменке. Как вы видите, у нас вот прям получилась идеальность, идеальность. Ну что ж, друзья, дымоходы мы установили. Как вы можете видеть, первым у нас стоит стартовый метр Агни, сэндвич Агни и наверху Эвоход. По центру у нас стоит дымоход УМК, со стартовым же метром УМК. На Везувии у нас стоит прок стартовым метром, тиз вторым сэндвичем и третьим сэндвичем опять-таки прок. Мы будем сжечь это несколько дней, то есть утром часа 3-4 и вечером часа 3-4. Я специально съездил, еще для тестов купил пеллет, их 14 упаковок. То есть мы будем сжечь утром дровами, вечером пеллетами, утром дровами, вечером дровами, утром пеллетами, днем дровами. Ну вот в перемешку как бы пожем. Сколько дней тест продлится, я еще пока не знаю. Соответственно, когда будет время, заскочу сюда, ну и посмотрим, до чего же мы дожжемся. АПЛОДИСМЕНТЫ